7-8 стих. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано? Бог дал им духу сцепления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня. Бог дал. Страшное дело. И принять человек должен. А если я не приму? Бог дал, примешь. Как это проповедь, пол храма пустое, выскочит. Бог дал. И ничего нельзя сделать. Мы так привыкли. У службы непонятный стал Бог. Это надо, без этого нельзя. А проповедь, которая понятная, разъясненная, ее можно не слушать. Кто мы? У гроба в Господе находится женщина Мария. Сейчас считали. И она, увидев человека, не зная кто, через разговор узнала, что это Господь. Сколько у него имен. Но она назвала только его одним. Рамуне, учитель. Сегодня пророкам, который не учитель, его Рамуне никто не назовет. А спроси, ковчат, явился бы Иисус, и как-то бы его и назвал. Ну, Иисус и назвал бы. А еще какое-то расковое слово душа подыскала бы ему или нет? Любезный мой, милый, дорогой, близкий. Что? Она знала учитель. Он ее учил. Это она безнатяга. Просто она сразу сказала, учитель. Ведь у нее так легко это слово вышло. Ведь у нас слово-то учитель, священнику-то не применяют. Батюшка, отче, что угодно. Учитель не назовут. И епископ при этом, учитель не назовут. А владыка? А ведь все это обман. Священник. Он и не отец, если он никого духовно не родил. Но отец не может быть, если он не родил отцом-то. А если отец покажи, где чадо? Мы настолько запутаны все, настолько у нас все переплетено выдумками. Учитель. Если воскресшего Христа увидите, Простите, Господи, ты учитель, ты к нам приходишь, ты нас учишь, или мы как-то стоим, ничему не научились. Каким именем ему обращать? А когда на молитве ему учились называть его, у нас этого и нет нигде. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, догмат, вера, вера во единого Бога Отца, а учителем он нигде этим у нас не назван. Как начинаешь смотреть молитву-то и прочее, даже все монахи заложили нам, все молитвы-то. Где учителем их называют. Да почему же у нас эта Мария-то учителем оказалась-то? Она бы каждую молитву начинала так, Господи, учитель, дорогой, научи нас. И следующую молитву, Слава Твою Сыну Святому Духу, Вечному Учителю. Ну нет нигде слова учитель-то. Я ничего не добавляю, кроме того, что это наша жизнь. Маленько, проснитесь. Или дал Бог в глаза усыпление, что они и уши, которые не слышат ничего. Проси, Бог покажет. Второе Коринфянам 3,14. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Ух, какое покрывало, не знаю, из волос, может, верблюжьих было. И Павел это как повернул. Говорит, евреи считают, они ничего не понимают. У них покрывало. У них одеяло на голове, они завернутые. С ними в темно не играют попы. Ведь это она, астер говорит, «Ты покрывало, не снятые, а они не понимают, что читают. Покрывало на службе, службы понимают. Службу тоже надо знать. Хотя бы, что выходит в священник. Иначе мы вообще как попки стоим-то. Попок попки, только из всего. Он попоку народил. Второе Коринфянам 4,4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который с образа Бога невидима. Оказывается, вот кто ослепляет. Диавол. Бог века сего. Это Сатана назван. Демон. Бес. И чистый лукавый дух. Это он ослепляет. И как проверить? Ослепил. А чтобы не воссиял свет благовествования. А как он может засиять, если его нету? Да на не святая у себя ослепленная демона. Тысячу лет простояло. И вот это противостояние богатым, оно не сегодня зародилось. В народе назревало и назревало вот это. И наконец лопнуло. В 17-м году. Считаешь, что страшно. Буквально в первые годы 150 тысяч монахов и священников убиты. И ничему не научились. Но самое страшное за этим идёт. Не Сергеянство страшно. Не Сергея, а страшно, что Сергеянство на живёт внах. Не экуминизм страшно, а экуминизм на годовом уровне. Родственник какой был многим нечестивец, его принимает, разговаривает, беседует, за одним столом кормит. Одежду свою вешает в действие. Написано, одеждой внушайся. И ещё не понимает главное это. 2 Фессон Микитин 2, 10-12. И со всяким придёт он неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истины, но забившие неправду. Ну спасай их. А такой задачи не было. Они не верят истины. Да будут осуждены. Он не принял. Да будет осуждён. Я ему желаю только одного. Да будут осуждены. Это Павел говорит. Им истина была показана. Они её не приняли. Даже если ангел не то будет говорить, да будет анафия моего. Ефесянам 1, 4. Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот когда мы непорочны, тогда это избрание совершается. Исайя 44, 18. Не знают, не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели и сердца их, чтобы не разумели. Никакая грамота не поможет. Мне один человек вернул Евангелие и говорит, я очень много читал, но такой книжки не читал. Вся непонятна. Ну давай откройте. Зачем открывать? Она непонятна. Ну давай по порядку. Матфея, как Христос родился. Ну непонятный я открывать не буду. То есть дьявол закрыл. Это дьявол. Тут только можно плакать. А обратить нельзя. Его Павел не мог обратить. Христос не может обратить их. Иоанн 12, 40. Народ сей ослепил глаза свои. И окаменел сердце свое. Долеясь глазами, не уразумеясь сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Я не говорю о коммунистах. Речь идет о верующих, о руководстве. И не обратятся, чтобы Бог исцелил от этого состояния. Вот сейчас, в данный момент, идут службы везде. Люди всю жизнь бегают в крам, и они понимают, я пришел, отстоял, ушел. Ну главное не пропускать службы. Мощи, у нас мощей еще тут нет. Там мощей много бывает. Там крестный ход объявляет сходить. Ни одного шага за Христом нет. В другом направлении толпами гонят и гонят народ. Почему я об этом крещу, никто больше не говорит. Ну кто-нибудь вышел бы и сказал, ты не прав, это Христос это учил. Лука 13, 24. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказав вам, многие поищут войти и невозможут. А когда поищут? А когда написано, будет взят удерживающие. И от моря до моря будут ходить и искать, и не найдут Слово Божие. Филиппинцам 1, 18. Но что это того? Как бы ни проповеды Христа, притворно и не искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. И если человек притворно делает что-то, притворно плохо делает, садит в огороде, ничего не будет. Но притворно, но правильно говорит, польза будет. Даже магнитофон включи, проходь будет звучать и человек обратится. Притча 1, 28. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут. Вот будет время какое. Люди будут друг друга спрашивать, а вы не слышали, где Евангелие есть? А вы не знаете, кто может разъяснить Евангелие? Читать будут, и ничего не будут понимать. Риммон 10, 3. Ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь, спасая собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Но это полностью монашески. Тысячу лет как на одном месте прошло, да это уже 1600 лет. И сегодня точно так же. Все заблокировано. Да если бы монаха-то всех выпустили, да пошли они, этих католических монахов 400 тысяч. Тысяч! Да по всему миру, да пошли, о Христе говорили. Ну не может быть, чтобы ни одно семя не переносло. Даже где-то около дороги пало, а какой-то и на плодородную площадь упадет. Риммон 9, 18. Итак, Он кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И надо молиться так, Господи, да не ожесточится сердце мое, когда я слышу Слово Твое. Да не ожесточится сердце мое, когда Ты зовешь меня к себе. Хочешься делать меня лобцом человека. Риммон 2, 28, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот избранное которое, и все содействует ко благу. Самое неприятное, если верующий благодарит Бога, это сделается в Его пользу. Какое на нас было гонение в 99-м году? И смотри, как в нашу пользу все послужило. А тогда, ну, сдохнуть некогда было. За два месяца 15 комиссий. Все в нашу пользу теперь. Второе к корейцам 3, 14, 15. Но умы их ослеплены. Четвертое царство, 13, 34. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям. Не боятся Господа. И не поступают по уставу, по обрядам. И по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь. Уставы, обряды и прочее. Люди ничего этого не знают. Какое огромное поле. Как надо искать сотрудников. Просить помочь. Раздавать какие-то брошюры, материалы. Никому дела нет. И священники внимательно смотрят, чтобы кто не собирал людей и не учил. Это самые лютые враги. И Бог говорит превратно. То есть Бог говорит ложь. Чтобы увлечь за побожьем. Чтобы за ним пришли. Батюшка, батюшка на каждом шагу. Апостол Павел это знал. Он сказал это не мирянам. Сказал людям, обреченным власти. Епископам-пресвитерам. 4 стаж 1741. Народы си чтут Господа. Но и с туканом своим служили. Да и дети их. И дети детей. И до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Мне вчера звонит священник. Вчера было 8 число. Август 8 месяц. И 2008 год. Храм забитый. Кто желает венчаться? 3 восьмерки. Это очень счастливое число. И разводов не будет. И он говорит, храм переполнен. Сколько сегодня венчают целый день. А завтра суббота. Нормально. Почему нельзя? Законные супруги. Почему нельзя? Он кончил семинарию. Он не знает. Я говорю, ты не по адресу. Сходи в пустыню. Монакос. Потому что это они составили. Он один жил бы были. Он по себе все равнял. Когда быть? Как быть? Что? И ни один не сказал, что все это выдумки. И выдумки они эти не соблюдаются. Народ их вообще не соблюдает. Когда быть законной женой под праздники. Нет. Да уж какая-то бакта только соблюдается. А ерла неудобно снимая. Уже повесили на человека. А сказали бы. Вы вдвоем теперь. Идите, как говорит Тресткилла. Когда они венчают. Этих слов-то нету. Как Андроник и Юния. Какие пары-то были. Которые Павла принимали. Которые свидетельствовали. Их семейные узлы не связали. Они вместе шли и проповедовали. Они принимали апостола. Алиаполосу наставили на пути истинных. Почему? В России Андроника и Юнии. Кто сегодня знает? Ну где Акила и Прескилла и храм у них есть? Где дети в честь Акилы и Прескиллы? Нет. Смотри, Египетская, 47 лет. Она там ходила, корешками питалась. Мы совершенно не слышим Божий голос. Замужье. Возьмите себе за правило. Подражать Акиле и Прескиле. Ты посчитай. Сколько раз Павел с ним обращается. То Прескиллу впереди поставит, то Акиллу. Я ничего в этом не вижу. А Павел говорит, нет, это смысл. В данном случае Прескилла опередила мужа. Она была первая. Жена всегда позади. Но она опередила, и Павел ей первых переживает три лет. Она более благостеприимная, может быть. Более внимательная. Она, может быть, слышала, кто-то идет и вышла. Выглядывала, что мимо не прошел, как Авраам. Сидел и смотрел, что мимо странники не прошли. Деяние 28.26. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите. Сказали, вот это Исаия сказал. Сколько Павел сказал? Если это говорит. Там законие 29.4. Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь. И не дал очей, чтобы видеть. И не дал ушей, чтобы слышать. Не дал. А просить надо, да. И молитв таких у нас нет. А не молитвы у нас такие стандартные. Такие скучные. Все эти акафисты. Радуйся, радуйся, радуйся. А только бы сказать, дай мне уши, которые могли бы слышать Слово Твое. Вот это дай мне глаза, чтобы видеть нужду народа русского. Дай мне сердце разуметь Слово Твое. Чтобы я по одному Слову Твоему и я понимал. И сказал, слушай, тракт мой. И до сего дня, говорит, не дал. Ну явно, что раз не дал, просите и получите. Молитвы таких даже не стали за 2000 лет. Но если бы монах поставил такую молитву, дай добыть благовестник, как мне. А Бог бы услышал молитву, он бы разрушил сразу стены, буквально. И он сидит на разваленных, ни в какой келье, ему надо идти. И голос бы сказал, просил, получил, иди. А то я тебя поражу сейчас. И вот бы было чудо великое. Магомед бы был пророком, может быть православным. Этот миллиард мусульман были бы православными. Потому что в пустыне, вегетовске, на имя были наполнены. Все эти тауреги и свои элиты, они бы все обратились к Богу. Старозаконие. И языки 12.2. Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. А против кого мятеж? Против Бога. Такая простая западь, а люди нет. Вот даже сейчас будут стоять здесь патриарх, все патриархи, я для них еретик, что такие слова говорю. Не меньше, сектант, отшельник, отщепенец, самочинник, у них много слов в запасе. А я могу сказать только одно. Опровергните вот эти слова Христовы. Если эти слова ложны, тогда был это не Христос. Он говорит о том, что, потому что вы мятежный дом. Вы мятеж подели против слов Господа. И поэтому уши ваши я закрыл, глаза замазал вам, сердце сделал, как камень. Вы вообще ничего не слышите. Это относится ко всем начальствующим в народе Божьем. Лука 8, 10. Он сказал, вам доно знать тайны Царствия Божьей, а прочим в притчах. Так что они, видя, не веют и слыша, не разумеют. Им будешь говорить, им даже даешь книги. Я говорю, ты взял книги, читаешь. Да нет, еще ни одну не прочитал. Уже пять лет прошло, ни одной книги не прочитал. А пришел, купил на дом. Я обрадовался напрасно. Вставайте рано. Поверьте, утреннищицы самые добрые для размышления. Пораньше поставьте лечь. Не крутитесь вы с угла в угол, как язычники, шатаетесь. Раньше ляжешь, раньше встанешь. Я не знаю, почему без двадцати пять это самое удобное время. Попробуйте хотя бы один месяц, повставайте. Потом вас уже не сбили, что этого графика. Лука Исаия, 29, 10. Ибо навел на вас Господь дух исцепления и самкул глаза ваших пророки и закрыл вашу голову прозорже. Это Бог навел. Что 1600 лет в церковь это слово не проникло. И что они составить молитвы не могли. Надо молиться о том, чтобы Бог дал просвещенных Духом Святым каких-то добрых людей, грамотных, чтобы составили молитвы новые. О чем вот здесь говорится? Чтобы дай Господи сердце нам мудрое, открытые глаза, чтобы были. Чтобы слово Твое из рук у нас не выпадало. Как часто дома занимаетесь с детьми. У нас в лагере каждый день считалось Слово Божие. С детьми, которые совсем не верующие приезжают. Но считалось и вкладывалось. Что будет мы не знаем. Но когда сеешь пополам, то ли будет, то ли нет. А не сеешь, сама знаешь, ничего не будет. Итак, то, что Господь сказал через апостол Павла, сказано не кремлинам только, но и к нам. Господи, Ты сам обещал дать мазь какую-то, чтобы мы помазали глаза, и чтобы увидели срамоту наготы своей, что мы не одеты делаем празднице. Дай им эту мазь! А мазь это означает помазание Духом Святым. Какие молитвы-то еще ждут нас? Да где этот мудрый человек, который составит такие молитвы, чтобы сердце дрогнуло? Господи, мы просим Тебя, не пройди нашу маленькую общину, потому что в мире общин нет. И доброе, чему мы научаемся дружеским отношениям, это мы только в общине. Мы общие с самим нашим Господом. И мы должны, слышу Его голос, сказать, слушает раб Твой. Я последовал за Марией, сидящей у ног Твоих. Аминь.